На электростанции акционерного общества Евразиатская энергетическая корпорация, входящего в состав ИРДЖ, закончили капитальный ремонт энергоблока номер 6. Его мощность 325 мегаватт. Генеральным подрядчиком работ выступило акционерное общество ИРДЖ сервис. А завершить масштабный проект удалось в рекордно короткие сроки, как это было и все итоги глобальной модернизации в нашем обзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При проведении ремонтной кампании впервые на электрической станции применен инновационный способ очистки конденсаторных трубок от внутренних загрязнений. Данная очистка позволит повысить технико-экономические показатели работы конденсатора и блока в целом. От ИРДЖ сервис было задействовано в среднем 340-350 человек ежедневно на данном ремонте. В процессе ремонта возникали проблемные вопросы, которые мы оперативно решали. Одним из таких вопросов был проточка диафрагм ротора светильного давления первой и третьей ступени. Данную работу мы произвели собственными силами с привлечением литейно-механического цеха, входящего в состав АВРДЖ сервис. Что позволило не привлекать сторонние организации и выполнить данный ремонт собственными силами. Капитальный ремонт энергоблоков проводится один раз в 6 лет, а средний раз в 3 года. Реконструкция 6-го была выполнена еще в 2013 году. Именно тогда заменили котельную установку, турбоагрегат, генератор и блочный трансформатор. Внедрена автоматизированная система управления, позволяющая повысить маневренность и надежность работы энергоблока. Установлены новые электрофильтры, процент очистки которых составляет максимум. В этом году планируется произвести очередной средний ремонт энергоблока номер 2 и капитальный первого. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Городские санврачи сегодня отправились с проверкой по торговым домам Павлодара. Говорят, мониторят каждый день. В период карантина обязателен замер температуры помещения трижды в сутки. Наличие масок, перчаток, санитайзеров. Но если продавцы условия выполняют, то покупатели делают это в лучшем случае через одного. Требовать обязали владельцев торговых точек. Хотя и представителей управления контроля качества и безопасности услуг сегодня толку оказалось мало. Выявлено нарушение. Я приглашу руководителя данного магазина в наше городское управление для проведения профилактической беседы. Так как все полномочия по принятию административных мер переданы ведомству полиции. Ну вот полиция. Почему сегодня их нет? Ну это вопрос не к нам. Мы не знаем. Полицию на сегодняшний разъяснительный рейд позвать попросту забыли. А стражи порядка в этой торговой точке вполне могли составить административный протокол в отношении владельца магазина. Впрочем, точного количества привлеченных за отсутствие маски, к примеру, никто до сих пор не озвучил. Нет данных ни по покупателям, ни по представителям бизнеса. Рекордное количество жилья планируют сдать в эксплуатацию в этом году в Экибастузе. Сейчас ведется строительство 11 домов в рамках государственных программ «Нурлежер» и «Дорожная карта занятости». Также реконструируют две высотки в поселке Солнечный с подведением инженерных коммуникаций на общую сумму порядка 10 миллиардов тенге. Будет сданы в эксплуатацию 1007 квартир. Эта общая площадь составляет 54 тысячи квадратных метров. Здесь хочу отметить, если с 2005 по 2015 год в Экибастузском регионе было построено 60 тысяч квадратных метров, только лишь за 2020 год будет построено 54 тысячи квадратных метров. Новые девятиэтажки возводят в 22-м и 9-м микрорайонах. В первом – пять высоток, во втором – шесть. Строители обещают уложиться в срок. Материалы выбирают местного производства. Также предусмотрено благоустройство с современными игровыми площадками и парковкой. Сейчас мы находимся в жилищном комплексе, который состоит из пяти домов. Мы планируем запустить в эксплуатацию эти дома в августе месяца. Здесь будет порядка 432 квартиры. Также мы ведем строительство четырех девятиэтажных домов в девятом микрорайоне. Это у нас начало строительства было в мае месяц. Планируем на концу года сдать тоже эти четыре дома девятиэтажных. Там всего комплекс домов шесть. Там тоже будет 432 квартиры. Материалы у нас все казахстанского содержания. Допустим, желтый кирпич – это семипалатинский. Красный кирпич – это павлодар. Пенопласт – тот же самый павлодар. Этот местный кирпич – вершина. Так что у нас уже все казахстанского содержания. На объектах трудятся как представители местных фирм, так и из других регионов. Привлекают и студентов Экибастурского колледжа по рабочим специальностям. Тесно взаимодействуют с центром занятости. Набирают кадры и оттуда. Говорят, нужны каменщики, бетонщики, плотники. В домах 22-го микрорайона уже идут внутренние работы. Занимаются чистовой отделкой. В 9-м высотки строят на особых условиях. Они предусмотрены проектом. Здесь на 9-м микрорайоне в связи с грунтом, слабым болотистым местом, свайные дома, заложенные в проекте. Четыре дома строим мы. Сейчас, в данный момент, у нас два котлована, сваи забиты, готовые. Один котлован уже готов к заливке ленточного фундамента. Второй котлован завершаем, забив сваи. Сваи забиваем 11-метровые, 12-метровые, 9-метровые. В общем, по проекту, какие заложены, на них уже будет стоять дом. В Акимате и Экибастуза, говорят, в городе в очереди на получение жилья 6141 человек. Из них более тысячи получат квартиры уже в этом году. В первую очередь, многодетные семьи, сироты, работники бюджетных организаций, инвалиды. После завершения этих домов рассчитывают приступить к строительству восьми новых.